К нашей съемочной группе, работавшей в поселке Ола по редакционному заданию, прямо на улице подошла жительница со двора Советской 37. Женщина настоятельно попросила журналистов пройти во двор и оценить на месте проведенное благоустройство. Так мы и сделали. Ну вот такое у нас сделали, площадку такую. Вот это тоже все делалось, укладывалось, это укладывалось. Прошлой осенью стоял, вот там аппарат, ребята вот это все крутили. Я еще подходила, смотрела, мне было очень интересно. И вот это все камни. И вот смотрите, вот как это можно планировать было, принимать. Вот этот песочек там в этой песочнице, это же дети. Они сразу же разбрасывают это все. Потом что-то они поняли, кто-то сказал, прикидывали камушки. Вот камнями прикинули. А дети вместе с собаками, вот уже сегодня, как бы уже в этом году, они все эти камни летели, все в камнях и дошли опять же до этого песка. И вот вы видите результат. Двор действительно производит очень странное впечатление. Мы находимся на Оле по улице Советская, 37. Ольская администрация настолько сурова, что дарит местным детям вот такие вот качели, а также вот такие песочницы. Видно невооруженным взглядом, что работы по благоустройству двора и детской игровой площадки не закончены. Но недоумение вызывает даже не это, а сами решения, запроектированные здесь. Кто нашел уместным расположить песочницу с песком на травмобезопасном покрытии Мастер Файбер? Этот человек не знал, что песок будет разнесен по всей площадке? А этот участок детской игровой площадки является уникальным по своей универсальности. Но посмотрите, какой простор для различных спортивных занятий. Здесь можно делать абсолютно все. Ну или ничего. Возмущение жительницы этого двора вызывают несбывшиеся ожидания. Реальность не совпадает с красивой картинкой, рисовавшейся жителем год назад. И вот где этот свет, где освещение? Объект принят. Они даже напечатали, наверное, потому что я лично читала в новостях, что объект принял. Я читала в Яндексе, в интернете, что объект сдан. Как можно принять такой объект? Вы посмотрите, мы тонем здесь. Здесь вода, лужи. Вот вчера был сильный дождь. Я вот заходила со стороны магазина, я вот так вот все-все-все обходила, потому что тут все было в воде. И вот так вот по краешку заходила в подъезд. У нас когда тут, ну потоп, вы понимаете, это же ужас какой-то. А это же вот она, вода туда там стекает. Там же это все туда, наверное, это все, наверное, туда, в дом. Это сырость, это все. А нам осталось только узнать, по какой программе произведены такие удивительные благоустроительные работы. За комментарием телеканал «Карибу» обратился к главе Ольского района Валерию Форостовскому. Он подтвердил, что в прошлом году был реализован только первый этап благоустройства двора. Значит, в 22-м году были выделены деньги по программе «Тысяча дворов», это федеральная программа. Это 6 миллионов рублей на этот двор, Советская 37, по поселке Олова. У нас была смета в тот момент на 16,5 миллионов. Потом было принято решение разделить объект на два этапа. Первый этап сделали, ну вы видели. Он, конечно, не смотрится, потому что планировку вертикальную по всему объему сделали. Сделали растительный слой, поэтому там грязи много, это не вопрос. Вот. И выполнена работа на те деньги, которые были в том году запланированы. Администрации Ольского района ведется работа с региональным минстроем по поиску источников финансирования второго этапа благоустроительных работ, так как федеральной программой «Тысяча дворов» в этом году данный объект не предусмотрен. Поэтому на этот год мы поставили своего бюджета. Так как у нас бюджет достаточно небольшой, будем так сказать, возможности нет. Мы поставили 300 тысяч. Из расчета, что на следующий год мы остальные суммы должны уже, если федеральными деньгами, подпелить и полностью закончить объект. В рамках нашего проекта «Медиаконтроль» мы обещаем, что приедем во двор на Советскую 37 этой осенью и проверим, что же по факту будет сделано для людей. Олег Дудник, Артем Булгару. Специально для Карибу.